Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебра 7 класс автора Мерзляк Полунский и Кирпо номером 452. Нас просят вынести за скобки общий множитель. Итак, наши выражения представляют из себя степень разности или степень суммы. Как мы будем выполнять это задание? Ну, во-первых, мы с вами вспомним правило, что чтобы возвести в степень произведения, нам нужно возвести в эту степень каждый множитель. Поэтому в скобках, мы их не будем раскрывать, мы в скобках вынесем за скобки общий множитель. 4х минус 4у. Общий множитель 4. 4х делим на 4х. Минус 4у делим на 4 минус у. И теперь это произведение мы возводим в квадрат. У нас два множителя в скобках. Первый множитель 4, второй множитель х минус у. 4 возводим в квадрат. Я пишу подробно. А потом второй множитель х минус у. Тоже возводим в квадрат. 4 в квадрате. Это произведение двух множителей, каждый из которых равен 4. 4х4 это 16. умножить на х минус у в квадрате. Общий множитель, который мы вынесли с вами за скобки, это множитель 16. Под номером 2. Точно так же. Не раскрываем скобки. 18а плюс 27b. Выносим за скобки общий множитель. И 18, и 27 делятся на 9. И это будет наибольший общий делитель 18 и 27. 18а делим на 9. 2а. 27b делим на 9. Плюс 3b. Вот мы с вами разложили на множители. И теперь это произведение нам нужно возвести с вами в квадрат. Каждый множитель возводим в квадрат. Первый множитель 9. Возводим в квадрат. Второй множитель выражения в скобках. 2а плюс 3b. Возводим в квадрат. 9 в квадрате. Это произведение двух множителей, каждый из которых равен 9. 9у9. 81. Умножить на 2а плюс 3b. И все это в квадрате. Итак, общий множитель, который мы вынесли за скобки, это множитель 81. Под номером 3. Открываем скобки. Выносим за скобки общий множитель. И 8 и 10 дельтся на 2. Выносим за скобки общий множитель 2. В скобках 8m делим на 2. 4m. Минус 10n делим на 2. Минус 5n. Закрываем скобки и возводим в куб. Первый множитель у нас 2. Возводим его в куб. Второй множитель 4m минус 5m. Тоже возводим в куб. 2 в кубе. Это произведение трех множителей, каждый из которых равен 2. Дважды 2, 4. И 4 умножить на 2. Это 8. Это общий множитель, который мы вынесли. И остается у нас 4m минус 5n в кубе. Под номером 4. a квадрат минус 9a. В скобках выносим за скобки общий множитель. Это будет степень с основанием a с меньшим показателем. То есть a. Первая степень. a квадрат делим на a. Это будет a. Потому что a умножить на a. Это a в квадрате. Минус 9a делим на a. Получаем минус 9. Итак, мы разложили с вами выражение в скобках на множители. И теперь возводим в квадрат. Это произведение. Первый множитель возводим в квадрат. Это будет a в квадрате. И второй множитель a минус 9. Возводим в квадрат. Все, мы выполнили задание, мы вынесли за скобки общий множитель А квадрат под номером 5. В скобках выносим за скобки общий множитель 16 и 40, для этих чисел наибольший общий делитель будет число 8. Для степеней с основанием Х будет меньше степень с основанием Х и показателем 1. Показатель 1 мы обычно не пишем. Для степеней с основанием У меньшим будет степень У в первой степени, просто У. Это мы вынесли за скобки общий множитель. Теперь выясняем, что будет в скобках. 16Х квадрат У делим на 8ХУ. 16 делим на 8, 2. Х квадрат делим на Х, это Х. У делим на У, 1. Множитель 1 можно не писать. Плюс 40ХУ квадрат делим на 8ХУ. Будет плюс. 40 делим на 8, это 5. Х делим на Х, это 1. 5 умножаем на 1, это 5. У квадрат делим на У, это У. Итак, мы разложили с вами на множители. И теперь это произведение нужно возвести в квадрат. Как мы возводим в степень? Мы каждый множитель возводим в эту степень. У нас с вами получилось 4 множителя. Первый множитель 8. 8 возводим в квадрат. 8Ю 8, 64. Второй множитель Х. Возводим в квадрат. Будет Х в квадрате. Третий множитель. Множитель У возводим в квадрат. Будет У в квадрате. И четвертый множитель. Это выражение в скобках. 2Х плюс 5У. И возводим его в квадрат. Общий множитель, который мы вынесли с вами, это 64Х квадрат, У квадрат. И под номером 6. 22Х в четвертой степени. Минус 28Х квадрат, У квадрат. И все это возводится в пятую степень. И 22, и 28 четные числа делятся на 2. Выносим за скобки множитель 2. Х в четвертой степени и Х в квадрате. Выносим степень с меньшим показателем Х в квадрате. Все больше общих множителей нет. Вынесли 2Х квадрат за скобки. В скобках остается 22 делим на 2. 11. Х в четвертой степени делим на Х в квадрате. Основание переписываем Х. Показатели вычитаем. От 4 вычитаем 2. Это 2. 11Х в квадрате получили. Минус 28Х в квадрате У кубе делим на 2Х в квадрате. Минус 28 делим на 2. Получаем минус 14. Х в квадрате делим на Х в квадрате. Это 1. Минус 14 умножить на 1. Минус 14. И У кубе ни на что мы не делим, поэтому остается У кубе. Закрываем скобки. Закрываем главные скобки. И все это в пятой степени. Итак, у нас с вами получилось 3 множителя. Первый множитель 2. Второй множитель Х в квадрате. Третий множитель выражения в скобках. Возводим в пятую степень это произведение. 2 возводим в пятую степень. 2 в пятой степени это произведение пяти множителей, каждый из которых равен 2. Это будет 32. Для тех, кто забыл, запишите для себя. 2 в пятой степени это произведение пяти множителей, каждый из которых равен 2. 2х2 это 4. Произведение трех двоек это 8. 4х8 это 32. Теперь Х в квадрате мы возводим с вами в пятую степень. При возведении степени в степень основания переписываем, показатели перемножаем. 2х5 это 10. Получаем Х в десятой степени. И третий множитель это выражение в скобках. 11х2 минус 14у3. И возводим это в пятую степень. Тот общий множитель, который мы вынесли за скобки, это 32х в десятой степени. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.